Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Владимир Сапио, и вы смотрите фильм на канале Мушки из подушки. Сегодня, по вашей просьбе, мы изготовим очередную мокрую мушку, которая конкретно предназначена для поимки окуня. Значит, если вы изготовите несколько в большем варианте, чем у меня, я взял крючок номер 12, нимфовый. Если вы будете изготавливать его на 4, 6, 8 номере, вы при великим удовольствии можете ловить и щуку. В меньших крючках платва красноперка. Давайте в процессе изготовления я вам буду все рассказывать, и, как всегда, мы изготовим из тех материалов, которые практически у нас находятся под руками. из подручных материалов. Я слегка промазал клеем. Нить я взял где-то порядка 6-8-0, и, закрепив ее слегка на цевье, чтобы не было у меня нагромождения материала, я сразу не проматываю, а начинаю крепить хвостик и все другие материалы. Значит, у нас с вами очень часто остаются вот остатки таких перьев. Значит, чтобы не было у нас лишних материалов, я обычно всегда выбираю себе определенное количество, пучок, вот тот, который мне нужен, хвостика, и вымеряю, как, сколько мне его, допустим, хватит. Длину хвостика выберите для себя экспериментально, это не столь принципиально. Это точка, которая будет привлекать нашего окуня. Значит, подобрали по длине, сколько нам необходимо, и притяжной петлей я обычно слегка подхватываю перо. Посмотрели, как видите, до загиба мы еще не дошли. Удерживаем наше перо и теперь движемся к загибу, сразу прихватывая наш материал. Дошли до начала загиба. Теперь для того, чтобы тело у меня было ровное, я отрезаю несколько больше материала, чем, допустим, необходимо. Так, чтобы у меня доходило до точки там, где я закрепил свою нить. Убираем сразу остатки. Теперь мы можем сразу подровнять хвостик, можем его потом в дальнейшем подровнять по нашей уже готовой нимфочке или мушке. Я обычно, если сложно как-то определиться с длиной хвостика, стараюсь придерживаться тогда загиба. слегка оттягиваю вот так все перо, удерживаю пучком и отрезаю. У меня получилась вот такая симпатичная кисточка. Теперь для того, чтобы мне просегментировать потом мое тело, я взял леску где-то 0,12, но она флуоресцентная, зеленого цвета. Леску я укладываю, как вы видите, почти по всей длине. Слегка подхватил ее в одной точке, пока ничего не приматываю. Теперь я беру, промазываю все легонечко клеем там, где я закрепил свои материалы. И промазываю в том числе вот то перо, которое у меня еще лохматится. В качестве тела я уже неоднократно вам показывал вот упаковка, которая бывает очень часто в разных пищевых продуктах. Она не совсем годится для изготовления нимф или стримеров, но для того, чтобы попробовать, как будет работать и насколько правильно вы изготовили свою мушку или стример, годится. Скажу вам честно, вы быстрее потеряете эту нимфу, чем придет в негодность вот эта пленка. Поэтому я вырезал, отрезал вот такой кусочек этой пленки. Если у вас имеется люрекс с наборов, пожалуйста, используйте люрекс. В этой точке, где мы закрепили хвостик и нашу леску, я вот так в одной точке подхватываю. Пока клей еще мой держится, я начинаю вот так аккуратненько, не нарушая пропорцию тела, нитка ровнится. И за счет этого у меня достаточно аккуратно я подхватываю весь-весь-весь свой материал на цевье. Если вам немножко неудобно, и вот как у меня получается, что попадает немного перо, это не страшно, так как мы последующей намоткой нашего люрекса полностью все спрячем. Вот приблизительно до вот этого места, как вы видите, где у меня не дошел я, ну, наверное, миллиметров 5 точно до колечка. Берем теперь, сделаем один узелок. Хотите накидной, хотите узловязым, это уже не имеет никакого значения. Чтобы наша нить никуда не убежала, ставим ее в стороночку. Опять берем наш клей. Клей, лак, любой клеющий материал, который у вас будет под руками. Лак для ногтей, скажу сразу, ну, не совсем годится. Он очень хрупкий, поэтому лучше купите любой секундный клей и лучше его использовать. Следим за тем, чтобы наша пленочка не утянула перышко. Выберем для себя вот тот угол, который нам необходим для намотки. И начинаем теперь аккуратненько, стараемся не порвать, хотя пленка эта достаточно хорошо тянется. Следим за тем, чтобы мы не попали на жало. Начинаем выполнять обмотку по телу. Внахлёст, в натяжечку, как вы видите, достаточно аккуратное получается у нас тело. Больше привлекающих каких-либо элементов, скажу сразу, здесь нет необходимости нам крепить. Само по себе уже блеск нашего тела. Достаточно хорошо привлекает рыбу. Дошли теперь с вами до точки крепления. Как вы видите, у нас здесь образуется небольшой вот такой, не совсем симпатичный бугорок. Поэтому мы немного поможем ноготком. Поднимаем нашу пленку вверх. Перекидываем катушку, и она уже под весом удерживает нашу пленку. Пару вот таких вот оборотов будет вполне достаточно для того, чтобы подхватить нашу пленку. Переламываем замок и возвращаемся к точке крепления. Сразу удаляем ненужные нам элементы. И теперь выберите для себя сами тот шаг, который вам необходим для намотки. Но обычно я чисто так эстетически от 5 до 7 оборотов стараюсь выполнить своей вот этой леской. Она достаточно хорошо закрепит ту пленку, которую мы с вами закрепили. Сделали один полный оборот. И теперь хорошо подхватим нашу леску. На место крепления желательно сразу нанести капельку клея. Так как леска, как и пленка, которую мы наматывали, она достаточно скользкая. Желательно дополнительно ее закрепить. Самое основное, из чего, допустим, будет изготавливаться наша мушка, если мы приклеим глазки, это уже будет у нас стример. Я зачастую беру обыкновенное перо индюка, которое не является парным. Из него беру определенные сегменты и потом только лишь формирую крыло. Скажу сразу, это чисто от меня, поэтому придерживаться такого правила вы можете для рыбалки. Но я скажу вам сразу, что для рыбы не имеет значения, как вы, допустим, закрепите. Более аккуратно, парным пером, не парным пером. Если ей понравится наша мушка, то она ее будет брать. Нет, значит нет. Хоть с парного, хоть без парного пера. Теперь, еще такой один вариант. Можно использовать. Имеются вот перья, как я очень часто использую, когда изготавливаю уже классические мушки, это уже парное перо курицы охотничьего фазана. Поэтому, как вы захотите. Захотите, сделайте, как Матч Браун. Захотите, сделайте, как в моем варианте. Это не столь принципиально. Но есть несколько моментов, которые мы должны с вами сейчас для себя уяснить. Вот у нас появилось очень большое расстояние от места крепления тела до колечка. Значит, если бы мы с вами закрепили в этой точке, у нас было бы мало места для крепления крыла и опушки. Поэтому лучше вы оставьте несколько больше места. Для чего? Для того, чтобы можно было, как я всегда уже вам рассказывал, если достаточно грубые материалы, можно взять перо, как вы видите, павлина. Мы его сейчас закрепим вот в той точке, где мы закрепили, посадили на клей леску и все остальное. И с вами выполним буквально пару-тройку оборотов. Вот и все. Мы достаточно уже с вами закрепили. Уже наша с вами мокрая мушка выглядит достаточно симпатично. Можно теперь удалять и нитку, и наш материал. Значит, я буду использовать в дальнейшем нить гораздо тоньше, так как здесь необходимо не сосредотачивать большое количество материалов. Но, как вы видите, вот ее толщина, сложно даже так ее увидеть. Она, ну, наверное, раз в 10 тоньше той нитки, которая есть. Толщина ее я замерял микрометром где-то порядка 0,05. Поэтому не стремитесь к тому, чтобы достичь такой толщины. Пробуйте на тех нитках, которые есть у нас, допустим, в продаже. И удаляем теперь уже окончательно все излишки, которые у нас здесь находятся. Перо не убираем нашего павлина, оно нам еще пригодится. Теперь я беру буквально, ну, вот сколько мне необходимо по моему ширине выбираю вот этот вырез, который я буду крепить. Как вы видите, если мы выберем у нашей мушки по ширине загиба, как положено, выйдет более-менее симпатичной, но с острыми краями. Поэтому мы сейчас с вами подготовим вот таких два крылышка. Они хорошо соединяются в замочек. Поэтому давайте мы сейчас подготовим и дальше продолжим. Вот, друзья мои, я, как вы видите, с одной стороны один оттенок пера, с другой стороны другой оттенок пера. То есть, два абсолютно разных пера. Я подобрал по ширине моего загиба. И мы теперь можем спокойно изготовить крыло. Значит, как я уже неоднократно рассказывал, можно сейчас закрепить перо, а потом изготовить опушку. Можно изготовить опушку, а потом закрепить перо. То есть, вы выберете для себя сами тот вариант, который вам больше всего нравится. Это уже не столь принципиально, так как эту мушку я изготавливал в разных вариантах и большого значения не имеет. Я стараюсь сейчас выбрать длину крыла, так, чтобы она у меня доходила до края хвостика. Выбрали. Теперь я, самое-самое главное и самое основное. Мы прижимаем в ровной плоскости, держим и крючок, держим и наше крыло. И берем, вот смотрите, я беру, завожу между пальцами нить, создаю притяжную петлю, поднимаю вверх, подтягиваю, у меня сжимается вот мое крыло. Я пока не отпускаю. Делаю вторую притяжную петлю. После этого я беру, разравниваю, вот тут то место, где я закрепил свое перо, слегка поднимаю вот так вверх и не отпуская, слегка передвигаю пальцы вдоль цевья и беру уже конкретно вот в этой точке, подхватываю свое перо, чтобы оно у меня никуда не ушло. Если мы с вами пальцы или поднимем вверх, или в сторону, мы с вами сориентируем крыло. Как вы видите, вот я теперь беру и убираю руку. Вот мое крыло, то, которое мы с вами и планировали, оно находится у нас вот сверху. Вот и все. Основная работа уже с нами мы выполнили. Остается теперь аккуратненько вот взять, обрезать это перо, чтобы не было нагромождения. И мы с вами подберем перышко для опушки. Я, как у меня спрашивал алмаз, можно ли использовать петушиное перо. Вот в этом варианте, допустим, учитывая то, что у нас есть еще дополнительный элемент, который мягкий, из пера индюка, можно выполнить обмотку, ну, не, допустим, таким пером, как я, допустим, бы сделал, но можете подобрать перышко, которое у вас имеется из петуха. Поэтому я беру, буквально, вот смотрите, ну, один-два оборота будет вполне достаточно, чтобы придать пышность моей мокрой мушке. Следим за тем, чтобы наши перья не попадали под нитку. Перевели вот, как я, в одно положение. Потом я беру, увожу все, буквально все-все-все бородки вместе с пером вот так назад. И начинаю от колечка. Если вам по каким-либо причинам неудобно, возьмите, поставьте крючок в нужное положение для вас. И стараюсь виточек к виточку уже зайти слегка на то перо, которое мы с вами закрепили. Для того, чтобы, вот как вы видите, перо стало обхватывать мою мушку. Ну, и теперь нам остается только лишь с вами сделать завершающий узел, капнуть капельку лака и навести марафет на нашей мушке. Вот, друзья мои, как вы видите, и все. Мы нанесли капельку лака, сделали завершающий узел. И вот такая симпатичная мокрая мушка, если вы изготовите, допустим, ее в большой величине, она с превеликим удовольствием ловит и все виды других хищных наших рыб. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует...